Законопроекты о криптовалютах Вводятся понятия цифровые активы И очевидно они должны между собой корреспондировать Я думаю, что термин цифровые права имеет полное право на жизнь И очевидно цифровой финансовый актив мы назовем цифровым правом В форме имущественных прав и так далее Есть вопросы по майнингу Поскольку мы привязали определение майнинга к объему потребления электроэнергии Ну и многие говорят о том, что та формулировка, которая прописана в законе Она будет создавать сложности по администрированию этого явления Поэтому надо будет подумать, посоветоваться с теми же майнерами Как это лучше прописать в законе для того, чтобы все работало Надо посмотреть на вопросы, связанные с банкротным законодательством Вопросы, связанные с налоговым законодательством Вот все эти вопросы как раз существенно будут влиять на содержание Пока рано говорить о поправках Потому что есть разные точки зрения У Минфина, у Центрального банка, у депутатов И даже у членов правительства Соответственно нам придется очень жарко дискутировать Мы уже создали совместную рабочую группу из двух комитетов Комитет по законодательству, который возглавляет Корченинников Ну и комитет по финансовым рынкам, который я возглавляю И вот в рамках этой рабочей группы Мы собираемся интенсивно в течение двух недель подготовить соответствующие поправки А конструкцию налогов для майнеров вы обсуждаете с налоговым комитетом? Вообще уже есть какие-то предположения, что это будет НДС, налог на прибыль? Ну пока подход о том, что налогообложение майнеров лучше не осуществлять на первых порах То есть принцип должен быть общий, который уже действует для всех видов бизнеса Но налогообложение вводить только после того, как будет сформирован соответствующий реестр Скажем, через 2-3 года после вступления закона в силу Когда майнеры почувствуют, что им лучше легальнее работать И зарабатывать, скажем так, открытое средство Дальше налогообложение очень просто Если это малый бизнес, то значит может быть и упрощенная система налогообложения Если это большой бизнес, то и налог на прибыль А если... Еще надо определиться, да, с финансовыми активами Если это работа с финансовыми активами, то не будет НДС Если это просто производство товаров определенных То, соответственно, это, конечно, появление НДС Анатолий Геннадьевич, вы говорили о том, что будете вносить законопроект Расширяющий круг магазинов, которые обязаны принимать банковские карты В связи с этим обсуждаете какие-то меры по снижению комиссии за эквайринг? Да, мы считаем, что комиссия за эквайринг у нас слишком высокая в стране Она связана и с монополизацией этого рынка Более того, объем транзакции с использованием платежных карт У нас очень быстро увеличивается И он достиг достаточно больших размеров Но при этом комиссия за эквайринг растет Что на самом деле противоречит логике Потому что объем транзакции Это значит уменьшение расходов на единицу транзакции Со стороны эквайреров И они могут снижать тарифы Поэтому мы запросили сейчас информацию От Центрального банка От Федеральной антимонопольной службы По ситуации на рынке И будем настаивать на том Чтобы тарифы снижались на этот вид услуги Ну и это будет поддержка в том числе торговой сети Ну скорее это будет вмешательство ФАС Или скорее это будут какие-то прямые ограничения Или просто переговоры условно Центрального банка С ведущими платежными системами Но по форме влияния на тарифы мы еще не определились В принципе с моей точки зрения Федеральная антимонопольная служба Вместе с Центральным банком Могут вполне повлиять на комиссии эквайреров Но для того, чтобы это было убедительно Мы как раз запросили исследования Сравнивающие наши тарифы с европейскими Ну и вообще ситуацию с тарифами Которая была, скажем, год назад И сейчас имеется По нашей информации тарифы растут И это противоречит, как я уже сказал У здравой логики Анатолий Геннадьевич, сегодня Эльвира Набиулина, глава ЦБ Сказала, что будет Подтвердила, что будет продолжаться Расчистка банковского сектора еще какое-то время Вы ожидаете крупных санаций Сравнимых с теми, которые были в прошлом году В ближайшее время? Ну, очевидно, что очищение банковской системы будет продолжаться Это естественный процесс Он во всем мире происходит Какие-то игроки приходят, какие-то уходят И нездоровые, очевидно, должны уходить Но при этом Крупных каких-то отзывов Лицензии и санации я не ожидаю Более того, можно сказать Клятвенно нас заверил в этом Первый заместитель Эльвира Сахимзадовна Который при обсуждении Отчета Центрального банка в Госдуме Сказал, что Крупных уже таких фактов В том числе санации Не ожидается